Андрей Левицкий, Алексей Бобл, Антизона Глава первая. Зомба-ферма. Чалый не замечал слежки и шагал по лесу, поводя стволом автомата из стороны в сторону. Атила крался на цыпочках, хотя знал, день Зет — это тебе не сталкер, где прописаны даже запахи и шорохи. Есть некоторые сходства, декорации и атмосфера, но здесь все намного проще. Никаких артефактов и мутантов, лишь три вида зомби, военные, фермеры, да бандиты типа Чалова. Текстуры деревьев, травы, кустов — здесь тоже попроще, из-за чего они смотрелись искусственными, немного картонными, и в игру труднее было вжиться. Но оттого, веришь ты или нет в этот мир, ничего не менялось. Бандиты здесь окопались более чем реальные и опасные. Что-то заподозривший Чалый замер, потом резко обернулся. Егор едва успел прижаться к сосновому стволу. Раз не стреляет, значит не заметил. Когда он набрался смелости и выглянул, Чалый ушел уже далеко. Но теперь его фигура, озаренная рассеянным светом, двигалась плавно, осторожно. Чалый поминутно замирал и прислушивался. Чалый, иногда, сматривался в кусты так, что Атила был вынужден перебегать от ствола к стволу. Затянутая тучами небо походила на небо Сталкера, но было более уныло однообразным. Передатчик завибрировал в кармане Егора самый неподходящий момент, когда Чалый в очередной раз остановился и взвертел головой. Атила едва успел присесть за деревом. Хорошо не забыл перевести передатчик в беззвучный режим. Вынув его, Атила глянул на экран. С ним пытался связаться большой. У Мишки талант появляться не в том месте и не в то время. Ну, или звонить. Слава Зоне, Чалый далеко. А то в царящем тут беззвучии он услышал бы гул виброзвонка. Егор поднес передатчик к уху, прижал плечом и прошептал. Не могу говорить. Большой, пропустив его слова мимо ушей, завопил из трубки. Нашел чит, прикинь, здесь же у них в игре продукты портятся. Такая фича. Кто-то это использовал. Сделал чит. Ускорил работу алгоритма раз в десять. Подложил чит на поле. Поэтому там урожай сразу и гниет на корню. Атила поморщился. Прикрыл рукой передатчик. Казалось, что голос Большого громыхает на все окрестности. И прошептал одними губами. Не ори. Чалый услышит. Чего? Ты скажи по-человечески. Не слышно ни черта. Не унимался Большой. Тихо. Я у Чалого. На хвосте. Из трубки донесся шелест помех. Наверное, скрепили шестеренки в голове Большого, переваривающего услышанное. Продолжение следует.